Суд Пугачева-Перова и казаки-влодки Сурикова. Скульптура прощания казака и казачки Лансере, портреты Матвея Платова и тарелки из именного сервиза Атамана. 108 произведений из собрания Государственного русского музея и около сотни предметов из пяти донских музеев объединила выставка «Казачество». Она разместилась в залах Ростовского областного музея изобразительных искусств на Чехово. История казачества здесь не только в графике, живописи или скульптуре. Открытие выставки дополнили мастера, ведь каждая станица отличается каким-то особенным промыслом. С рождения до глубокой старости не расстается казак из песни, она постоянная спутница его беспокойной жизни. Граница породила казачество, а казаки создали Россию. Здесь нет-нет, да и вспоминается эта фраза Льва Толстого. Из русского музея привезли работы Сурикова, Поленова, Серова. Такие фамилии просто дух захватывает. И достойное дополнение из фондов музеев Донских, Ростовских изобразительного искусства и краеведения, Таганрукского художественного, Старочеркасского и Музея истории Донского казачественного Черкасска. Мы вот с вами находимся напротив портрета Ефремова Данилы. Это один из лучших портретов коллекции нашей Парсу. Мы очень рады, что мы так органично вписались в этот зал, где большинство работ русского музея. Мы гордимся таким соседством, да. И видите, вот два портрета напротив Серовский, да, Александра Третьего. У нас же как они вот с друг другом прекрасно на этой выставке смотрятся и соседствуют. У нас в музее более 500 предметов из фонда Митрофон Борисовича Грекова. Есть и работы, и тюды, завершенные работы. Но, что самое ценное, есть большая коллекция личных вещей. И в данном случае мы вот дополнили работы из русского музея, которые представлены вот здесь, в этом накопителе. Мы дополнили палитрой, кистьями, мастихином, то есть личными вещами. Это тоже то, чего касалось руками Третьего Грекова. Роман «Тихий дон» тоже здесь. Выставку казачества дополняют иллюстрации Ирины Чарской из фондов музея изобразительных искусств. Аксения Григорий Мелехов на коне в 70-е годы Шолохов побывал в мастерской художников Чарских. Ему показали работы к «Тихому дону». Мнения писателя – иллюстрации Чарской красивы, но сделаны по-женски. Вообще, на любом историческом фоне казак и казачка с их великой любовью и нелегкой судьбой. Жизненный путь казака прост и ясен, служение Отечеству, а ведь если придется, то и погибнуть. И вот оно, мгновение прощания, подсмотренное Евгением Ланцере и оставшееся нам навсегда. Граф Матвей Платов стал символом российских побед. Образ атамана привлекал и привлекает художников уже больше двух столетий. Выставка казачества – уникальный проект, который позволил представить свои раритеты сразу пяти нашим музеям. Но еще большую ценность придают этой выставке участие в ней Государственного русского музея. Предметы очень и очень достойные, которые дают возможность понять всю палитру, представленную в предметах, в произведениях искусства, информации о казачестве, о Доне, о донских казаках. Я понимала, что проект будет очень масштабный, но не понимала до конца вот той всей масштабности и яркости проекта, пока мы не сформировали экспозицию. Это действительно потрясающий, уникальный проект, потому что, мало того, что здесь представлено шесть музеев, представлены уникальные авторы, уникальные работы, совершенно разные техники. Представлена история донского казачества в таком глобальном масштабе, очень серьезно, очень емко и очень ярко. Выставка казачества будет в Ростове всего месяц, до 30 августа. Галина Белоусова, Юрий Ляшко, Перворостовский.